Дублин На завтрак здесь предпочитают тосты с джемом, а ужин не обходится без пива. Люди в этом городе часто живут не в квартирах, а на баржах. Все это Дублин, столица Ирландии. Почему местные славятся крутым нравом и за что больше всего любят свою малую родину? Дублин расположен у побережья Ирландского моря. Через город протекает река Лифи, которая делит его примерно на две равные части – северную и южную. Зимой в Дублине тепло, средняя температура плюс 8, а летом прохладно. В июне, а это самый жаркий месяц, температура редко поднимается выше 20 градусов тепла. В городе проживает более миллиона жителей. Он очень красивый. Так говорят те, кто хотя бы раз побывал в Дублине. Памятники, дома и соборы, которым не одна сотня лет, придают городу особенный шарм. Сейчас перед нами Дублинский замок. Он построен еще в 13 веке. Когда-то выполнял роль оборонного сооружения. А вот самый новый памятник – монумент света. Это стальная игла высотой 121 метр. Возвели ее в 2003. Днем Дублинская игла сливается с небом, а ночью очень красиво светится. Но изюминка города – мост Полпенни. Это пешеходный переход через реку Лифи. Назвали его так неспроста. Когда-то проход был платным и стоил половину пенни. Сейчас это излюбленное место и туристов, и местных. Дублин – это тихий и очень безопасный город. Уровень преступности почти нулевой. А шуметь, кричать или устраивать большие вечеринки дома – не принято. Местные вызывают полицию, даже если вечером просто шумит соседская собака. В Дублине есть целый департамент правоохранителей, который только то и делает, что охраняет тишину в городе. И нарушителей ждет солидный штраф – от 500 евро. А это больше 16 тысяч гривен. Средняя зарплата в Дублине – около 3 тысяч евро, то есть примерно 100 тысяч гривен. На работу большинство местных устраивается еще студентами. Конечно же, на простые должности, такие как бармен в ресторане или экскурсовод. Но даже такую работу найти непросто, говорит Клэр. Она из США, но уже несколько лет живет в Дублине. У меня сложилось неправильное впечатление о том, что каждый может получить работу в кофейне. Но на самом деле, во всех кофейнях, куда я пыталась устроиться, меня спрашивали, работала ли я ранее баристой. И когда я отвечала «нет», они говорили спасибо и не брали меня. Город считается одним из самых дорогих для жизни в Европе. За один прием врача нужно заплатить от 60 евро. Это почти 2 тысячи гривен. Недешево обойдется и чашечка кофе. На наши деньги – около 300 гривен. А что уже говорить о недвижимости? Местные даже шутят, что квартиру купить легче в Нью-Йорке, чем у них. Ведь цены за однокомнатную стартуют от 400 тысяч евро. Это примерно 13 миллионов гривен. Если вы хотите сэкономить приличную сумму, вы должны отказаться от всех праздников, от всех развлечений. Многие дублинцы живут не в квартирах, а на баржах. Это небольшие корабли, которые люди хорошо обустроили, и получилось достаточно уютное жилье на воде. Стоит оно от 10 тысяч евро, то есть больше 320 тысяч гривен. С арендой жилья также непросто. Найти приличную квартиру за доступную цену – большой успех. Небольшая однушка в среднем обходится в полторы тысячи евро, а это почти 50 тысяч гривен. Цены в магазинах тоже высокие. Больше евро, то есть 35 гривен литр молока. Почти в 50 гривен, если перевести на нашу валюту, обойдется буханка хлеба. А за 10 яиц нужно отдать почти 100 гривен. Зато местные жители очень хорошо защищены от разных проблем. Правительство часто помогает людям, которые попали в беду. Вы будете получать деньги еженедельно или ежемесячно, так что вы сможете купить еду, одежду или арендовать жилье. Ирландцы в Дублине очень поздно женятся. Они могут подолгу жить вместе, растить детей, но так и не регистрировать свой брак официально. Говорят, перед женитьбой нужно сначала испытать свою половинку, чтобы быть уверенным на 100%. Все потому, что развести здесь очень сложно. Бракоразводные процессы длятся по несколько лет и очень затратные. Что у ирландцев никогда не отнять, так это любви к пиву. Здесь его пьют каждый день. А среди местных очень популярны пабы. Каждый вечер там собирается столько людей, что негде яблоку упасть. Ирландцы говорят, поход в паб – это традиция. Там можно увидеться с друзьями и хорошо провести время. Жить в Дублине – это начинать работать еще студентом, это долго откладывать на собственную квартиру и мечтать, чтобы летом было немного теплее. Дублин – очень недешевый город, но местные не гонятся за деньгами. Ведь главное – не миллионы, говорят они. Более важно – сохранить традиции и не потерять себя.